Христос воскресе! В эфире программа «О книжной полке» и я, ее ведущая, Наталья Козынцева. Что такое подлинная христианская семья? Как ее строить? Как достичь семейного счастья? Вырастить здоровых, умных, верующих в Бога детей? Сколько бы веков ни прошло, этот вопрос всегда будет актуальным, и ответ на него будет искать каждый, кто предполагает создать крепкую семью. Если обратиться к опыту наших предков, то мы увидим, что на Руси первенствующее место в семейном укладе занимала духовная сторона жизни всех членов семьи. Жизнь в присутствии Божьем, в исполнении Его заповедей, в следовании за Христом. Умелое строительство дома во всех его проявлениях в XVI-XVII веке называлось домостроительством, а сборник советов и наставлений на обозначенные вопросы – домостроем. Главы из этого знаменитого древнерусского произведения, а также другие сочинения, посвященные устроению семьи, сегодня собраны в книге «Большой домострой» или «Крепкие семейные устои, освященные церковью». Этот сборник вышел в издательстве «Сибирская благозвонница» и занял свое место на нашей книжной полке. В сборник вошли знаменитые документы по учению Владимира Мономаха, домострой, юности Честное Зерцало, а также неизвестное пока широкому читателю произведение священномученика Владимира Богоявленского и архиепископа Никона Рождественского. Завершает книгу размышления нашего современника, митрополита Калужского и Боровского Климента. Составитель сборника игумен Митрофан Гудков после многолетнего стояния у исповедального аналоя утвердился в мысли, что православному человеку следует как можно чаще обращаться к опыту благочестивых предков. Опыту, который современный духовный писатель выражает емкими словами «Живите с ощущением, что вы зримы Господом». По словам издателей, эта книга задумана составителем как своеобразное пособие по мирскому домостроительству, точнее, как самое общее введение в эту трудную, быть может, самую трудную на Земле науку. Подобно всякому зрелому творчеству, сотворение семьи в согласии с русской православной традицией невозможно быть без осмысления опыта предшественников. Увы, большинство из нас в этом отношении можно сравнить с неразумными наследниками, которые не только не вступили в завещанное великое владение, но даже не догадываются о таковом. Поэтому пришло время собирать и очищать разбросанные по нашему нерадению камни. Открывают данную книгу по учению Владимира Мономаха. Напомним читателям, что великий князь киевский Владимир Всеволодович по прозванию Мономах был правнуком равнопостольного князя Владимира. Он оставил потомкам прекрасное завещание, читая которое, мы как будто слышим простые и мудрые речи лучшего из древних наших государей, этого твердого, крепкого верой в Бога, любимого народом великого князя Древней Руси. Его завещание или поучение — это святой завет нашей старины. Это голос из тех времен, когда в киевских пещерах подвязались святые отцы печерские и по сей день нетленно там почивающие. Много лет прошло с того времени, как написано это завещание. А оно и ныне имеет всю свою силу, и ныне поучительно для каждого сына русской земли. Со дней его написания, по мнению отца Митрофана, не было еще, пожалуй, поколения, которое бы так не нуждалось в письменных наставлениях, как мы, вступающие в жизнь сегодня. Дети, внуки и правнуки великого князя Владимира Всеволодовича впитывали суть завещаемого с молоком матери. Вот, например, такие поучения. Прежде всего, Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную. Это ведь начало всякого добра. Научись, верующий человек, быть благочестью-свершителем. Научись по евангельскому слому Далее за поучениями князя Владимира Мономаха следуют отдельные главы из знаменитого домостроя, касающиеся духовного, мирского и домового строения. Автором этого памятника русской литературы XVII века некоторые исследователи называют небезызвестного протопопа Сильвестра. Но, как отмечают издатели, даже если бы он написал все главы домостроя, назвать его автором древнерусского сборника правил, советов и наставлений и тогда можно было бы только условно. Знаменитая книга лишь накидывала покров письменного слова на явления, которые для многих и многих современников Сильвестра были привычны повседневностью, естественной, как дыхание. Первая часть домостроя — это, как говорится в предисловии, поучение и наказание отцов духовных ко всем православным христианам о том, как веровать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу и в Крест Христов и в Небесные Силы и как святым мощам поклонятися и тайным святым причащатися и к другим святыням прикладываться. О том, как царя почитать и князей, святителей, священников и монахов и с прилежанием им внимать и поучения их слушать, словно из Божьих уст. Во второй части произведения представлен некий устав о мирском строении, о том, как жить православным христианам в миру с женами и с детьми, и с домочадцами, как наставлять их и поучать, и страхом спасать, и сохранять их в чистоте душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела. В третьей части дан устав о домомном строении, как учить жену и детей и слуг, и как всякий запас собирать, и хлебный, и мясной, и рыбный, и овощной, и о домашнем хозяйстве, особенно в сложных делах. Да, еще столетия назад дышал библейской патриархальностью уклад крестьянских и купеческих семей. И свет этого жизнеустройства отразился в прозе Ивана Сергеевича Шмелева. Об этом свидетельствует произведение «Лето Господне», фрагмент которого также представлен в этой книге. По мнению издателей, наследник тот, кто усвоил дух наследия. В его руках воспринятое богатство становится достоянием. Как прямые продолжатели об устройстве жизни в традициях древнерусского благочестия, говорят с читателями и современники Ивана Шмелева, архиепископ Никон Рождественский и митрополит Владимир Богоевленский. Но теперь в условиях надвигающейся общественной смуты главной заботой этих писателей становится научить своих собеседников отделять зерна от плевел, истинные ценности от подделок. Как отмечают издатели, наше напряженное время внесло свою тональность и в слово назидание, обращенное к молодежи. Неподельная тревога о будущем церкви и страны пульсирует в высказываниях митрополита Калужского и Боровского Климента. Размышления владыки не ограничиваются прагматическими соображениями поддержания и развития приходской жизни. Молодежь, по убеждению митрополита Климента, должна знать примеры достижения святости через подвиг семейной жизни. Избранные выдержки из проповедей, докладов и интервью владыки завершают данное издание. Эта книга, по словам издателей, является в какой-то мере экзаменом на наше право называться наследниками, на нашу способность отличить важное от второстепенного. Не утонем ли мы в богатырских одеждах с плеча наших благочестивых предков, почитавших семью как малую церковь? Осознание собственной немощи, быть может, первый урок, который должен извлечь современный православный человек берущий на себя труд изучить опыт предшественников. И другой великий урок, завещанный нам, меру чаемому благоустроению семейной жизни задает только любовь. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Спрашивайте новинки православной литературы в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю приятного и полезного чтения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok